Мать, мама, мама, мамочка, пика, патимейкер, мама, поехавших много, думаю маму мне стоит бояться Мама, мать, герой, уличный танцер, мама, I kill her, man Всем привет, это ютуб канал Чайка, репортаж не журналиста, 3 августа, шествие мам в поддержку грудного вскармливания Ничего себе тема, что думают люди о грудном вскармливании в публичном пространстве, например Ну и в целом, что такое мама для каждого из нас? Вся мама или только какая-то конкретная ее часть? В общем, все это мы с вами выясним, не забываем ставить лайки, писать комментарии и само собой подписываться на наш ютуб канал Чайка Погнали! Будет шествие в поддержку грудного вскармливания и пикник в конце Кто-то запрещает? Ну, не совсем популярно Как я сейчас делаю? Я просто смеюся сделать, но это не так. Как мы должны знать это? Как это будет важно? Как это 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 важно, чтобы человек с понимает, что это успеха Можешь отратисти информацию Это не инстинкта, который нам придется дать. Это не умеет. Это не так много, если я смотрю. Наверное. Да, но вы тоже, я так понимаю, за то, чтобы кормить грудью. Ну, не вы лично, понятно. Ну, это же самое ценное, что мать может ребеночку дать. Я вот старше кормила, сейчас малышку кормлю, у нас вторая девочка, поэтому я только за это. Потому что это самое здоровое, самое полноценное, что мы можем заложить в ребенке. Самое лучшее для маленького, ну, можно немножко не побухать, хотя бы чуть-чуть. Ну, 9 месяцев держались, но можно еще подержаться. И за, и против. Ну, в плане того, к ребенку, то, конечно, за. Против, в своем плане, что потом в дальнейшем сложно оставлять ребенка, как, допустим, у меня было нужно выйти на работу. Ну, в таком плане против. А в плане к ребенку, то, конечно, за, ничего против не имеет. Почему это важно? Веселый бы иммунитет, мамы с мамой серберной психологической сайты. Природой заложено. Но ведь можно, как бы, это детское питание, насколько я знаю, и оно, как бы, и мать освобождает. Скажем, какая-то замена или какая-то необходимость у стресса, само собой, у нас тоже подстраховочка имеется, так сказать, с мамой или мать отпустить надо куда-нибудь. Вот, но если так брать, как бы, от природы заложенный процесс, с химической точки зрения брать и антитела те же самые, да, вот, только через молоко ребенок получит. То есть микроэлементы получит ребенок, а качество иммунитета все-таки будет зависеть от материнского молока, если уже брать с научной точки зрения. Какую песню знаете о маме? Сейчас почему сразу в голову про мамонтенка пришло? Зинусовый Берн, надеюсь, мы не будем ничего делать. Во, давайте споем. Я подпою ла-ла-ла. Только грустный на ум пришла про мамонтенка. Сами знаете? Да. Мама, I kill a man. Не знаю, подходит начало. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Вы поете что-нибудь или лишь? Не, ну я это технику чуть-чуть. Я пою ему пика-потимейкер. Как? Ну, пика-потимейкер. Слышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Маммей-теби-тэш-тава-пуките. Маммей-теби-тэш-тава-пуките. Ну там шекер-шекер. Эй, патимейкер. Нет, это же было популярно в нашей молодости. Ведь так не бывает на свете. Маммей-теби-ля-ту-миля-ман. Патимейкер. Эй, патимейкер. Ш-ш-ш-ш. Шекер-шекер. Чтоб жили потерянные дети. Что-то такое. Уличный дэнсер. Даже так. Вы думаете, это шествие, оно поможет это популяризировать? Я надеюсь, да. Потому что я уже второй год. В прошлом году было очень мало людей. В этом году уже больше. Значит, это работает. Экологически. Гротовцы аргументы. Экономически. Если вы не молоды, то в идее, я боролито максимума, это максимум 100 евро венсе. Если боролито круто, это супер вэлти. Что ты можешь дарить, я в кур, я в кад, я в кур, я в кур, я в вет. Мать-герой, если она способна столько терпеть. Потому что все-таки, да, это процесс нелегкий, тяжелый и физически, я думаю, да, и больно, я думаю, да, и вообще зависимость, само собой. То есть ты все время на руках кого-то держишь. А как вы к этому относитесь? А к чему именно? Чтобы кормили грудью или к таким мероприятиям? А и первое, и второе, да, чтобы кормили. Положительно. Я тоже только за. Вот к таким мероприятиям. Вполне положительно. Да. А что, кто-то против? Нет, мне казалось, что вы так сказали, что я думал, что как-то не... Нет, просто для нас это необычно. Да, мы впервые такое видим. Да, мы приехали с другой стороны, мы впервые видим. Мы из Беларуси приехали. А, вы из Беларуси? А здесь отдыхаете? Да, нам очень нравится здесь, мы каждый год приезжаем. Многие женщины имеют давление со стороны родственников. Например, у меня было так, что я хотела кормить долго ребенка. А мои родственники говорили, ну нет, это сейчас уже прошлый век. И поэтому, может, кому-то, кто увидит это движение, это будет как поддержка. Пятьсатистикаса до тем, что только 3% себе не может быть вредит. Это, наверное, это знание, что это может быть какой-то, как-то байл. Ну, 3% это может быть. Посчитали нужным участвовать, больше привлечь, может быть, внимание мамочкам. Насколько это важно для деток. А грудное молочко, которое мы можем дать. Этому миру. Этому миру. А вот я тоже знаю, есть такая дискуссия по поводу того, как долго вот кормить. Вот некоторые кормят очень долго, ну типа там до 5 лет, 7 лет. Ну, поехавших много, всяких разных. А есть какой-то, ну типа, вот сколько хотя бы нужно? Ну, хорошо, хотя бы полгода продержаться. Потом уже. Ну, до 5 лет. Ну, подошел бы, наверное, слить с гадом боро, и шуаре плану, я бы, наверное, 20 лет. Пасалось, в этой организации рекомендую, что мы слить с Девим Гадом. Девим Гадом? Якобы это осуждается, что вот нельзя, там, условно говоря, на вокзале, вот ждете там своего поезда, и вот это как бы... Ну, тут я солидарна, не надо. Не знаю, вообще как бы все равно, на самом деле, абсолютно. Чего здесь такого? Не, ну, как бы, условно, скажем так, какие-то нормы приличия, там, ну, прикрыться там, да, ну, то, что будет кормить, да даже если не прикроется, ну и ладно. Это, скажем так, наверное, больше будет говорить о моем, моей невоспитанности, если я буду стоять и сейчас гладеть туда, что там происходит. Как будто я не видел этих частей тела или не знаю, что там происходит. То есть, да, ну, отвернись и все. То есть, это, опять же, нормальный биологический процесс. Даже где-то, даже как и искусством же считается, сколько картин есть там, скажем, да. То есть, я там не специалист, но бывало где-нибудь же увидишь какие-нибудь, да, то есть, прям даже рисуют, поэтому это даже чаще искусство считается. И я думаю, мамам не стоит бояться. Как бы я считаю, что можно как-то уединиться. Это я не вижу проблемы. Как бы я сама не кормлю в общественных, больше в уединенных местах, поэтому... Но если бы вы увидели, у вас было бы внутри такое, ну, могла бы куда-нибудь... Нет, совершенно нет. А, ну вот. Просто люди разные, кому-то это не нравится, кому-то кто-то вообще в этом не видит проблемы. В принципе, у нас семья довольно строгих правил тоже. Мой муж не будет рад, если я буду оголять какие-то части тела на публике. Но есть какие-то платочки, можно отвернуться. И, в принципе, это не должно восприниматься как что-то негативное, потому что просто ребенок хочет есть, или вы будете слушать, как он орет, или вы будете просто сами отвернитесь, или я отвернусь. Слово «мама» и вообще, какие ассоциации первые всплывают? У меня мама ассоциация вот через Илюшу, потому что когда Илюша говорит «мама», это либо мама, либо сиська. У меня больше ассоциаций нет. Что-то доброе, теплое, красивое, хорошее. Дрожьба, селтумс, рубес, забота, любовь. Семья первая. Большой мир для ребенка – это самый первый человечек. Теплота, любовь. Это поддержка, мама – это опора. Это тот человек, которому что бы ты ни сделал, ты всегда можешь прийти, и она всегда тебя поддержит, обнимет и утешит. А что последнее дарили своей матери? Ну, цветы, наверное. Вроде пионы на День матери. Да, цветы по-любому, потому что что им еще надо? Им подарок – это то, что они могут нам дать, и им классно. Они что-то дают детям, а им уже ничего не надо. Это зачем? Им радость, что мы живем, и это классно. Цветы привез вообще классно. Ну, так и есть. Ну, если нет, то вы тоже знаете, что это очень важно. Цветы последние, наверное, буквально недавно. А что за праздник? Нет, просто. Просто так? Просто, да, да, в гости заехали. Почему цветов не подарить? Своё внимание, наверное, каждый день. Ну, есть подарков. Есть подарков? Вот именно, да. На день рождения украшения. Я не помню, наверное, косметику уходовую. У моей мамы недавно был день рождения. Ну, мы дарили ей то, что она хочет, всякие настички, и цветы дарили. Ну, вот мы и выяснили, что в нашем городе достаточное количество молодых семей, где приветствуется кормление грудью. Эти люди хотят это популяризировать, чтобы маленькие дети питались исключительно грудным молоком. И я, пользуясь возможностью, хочу передать привет своей маме. Мама, дорогая, любимая, я тебя очень сильно люблю. И, конечно, нам интересно, что вы думаете о грудном скармливании? Стоит ли сразу переходить на детское питание или дождаться года, двух, трех? Как вы относитесь к грудному кормлению в публичном пространстве? Ну, и, конечно, что за песенки вы помните, посвященные мамам? А с вами был YouTube-канал «Чайка». Репортаж не журналиста. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока!